Достоинство и ценность Присущая всем членам человеческой семьи И равные и неотъемлемые права их Признаются за основу свободы, справедливости и всеобщего мира Так начинается конвенция ООН о правах инвалидов Территория людей – рассказ об инклюзии Людям с ограниченными возможностями непросто Но они учатся, работают, занимаются спортом и творчеством Участвуют в общественной жизни, мечтают И все вместе мы живем на одной территории людей Общественное объединение Могилевской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению Снимает обучающие ролики Как в разных ситуациях общаться с незрячим человеком Авторы уверены, что их уроки помогут обществу Сделать шаг в сторону большей толерантности к людям с инвалидностью Незрячие и слабовидящие люди пользуются общественным транспортом Наравне с другими гражданами Идея создать видеокейс обучающих уроков по этике общения с незрячими В областной организации назрела сама собой Представители часто проводят тренинги в различных коллективах И учреждениях образования Как общаться с людьми с инвалидностью Но хорошо, когда видеоуроки есть в открытом доступе И к ним можно обратиться в любое время Не однажды были такие ситуации, когда со мной здороваются И протягивают руку, а моя рука остается в недвижимом состоянии Я стала понимать, что надо сделать такой видеоблог В котором проговаривать сначала ситуацию Чтобы люди понимали, на что обратить внимание На очень узкие нюансы Встреча незрячего на улице Чтобы его там не испугать, надо дотронуться и сказать Может быть, вам нужна помощь То есть все ситуации прочувствованы самими незрячими Озвучены и вот на этом фоне созданы видеоуроки Как вам будет удобно держаться за берегом или с уходом? Держаться за берегом А ситуации самые житейские Как человека правильно приветствовать при встрече? Как предложить стол или место в общественном транспорте? Сразу скажем, не нужно его насильно усаживать Как правильно передать деньги в магазине, сопровождать незрячего на сцене? Процесс создания роликов кропотливый Особенно для непрофессионалов Екатерина Вострецова с нуля освоила и съемку, и монтаж видео Было очень сложно осваивать и программы, и настройка видеокамеры Были люди, которые тоже помогали И я думаю, у нас все получилось И я думаю, что этот видеопомощник, он станет популярным И дать знания зрячим людям Если вдруг кто-то увидит незрячее вострочие на остановке Он сможет ему помочь Я начинаю снимать Так начинаются съемки нового обучающего видеоролика От областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению Камера любительская, но на важность материала это не влияет Главные герои – работник, который пришел на прием по личным вопросам И руководитель предприятия Смысл простой Этика общения должна быть везде Особенно там, где трудятся люди с инвалидностью И идею съемок на базе Тифлоса директор поддержал Ведь здесь тоже когда-то учились правильно общаться с особенными работниками Стоп, снято С людьми, которые имеют инвалидность по зрению, нужно все проговаривать Нужно говорить каждый шаг и любое свое действие И в этом плане это ключевое Больше 260 человек на данный момент работают людей, которым нужна помощь Которые готовы к коммуникациям, которые готовы к работе И самое главное, они хотят понять эту работу, как нужно делать А для того, чтобы они это поняли, нужно уметь общаться с ними Мы постоянно ищем людей, которым нужны именно профессиональные специальности Которые мы можем обучить Это такие, как наладчик оборудования Это машинисты-экструдеры Это, соответственно, строительные специальности Плиточник, плотник Если у человека есть желание То мы всегда готовы ему помочь, обучить и рассказать В съемках за год были задействованы люди из разных районов области Это и Бобрунск, и Шклов, и Белыничи Полноценных видеороликов пока 18 Но работа продолжается, ведь жизненных ситуаций еще очень много И самые популярные из них специалисты хотят проработать Чтобы дать возможность каждому человеку понимать друг друга Вне зависимости от его возможностей Как стать ремесленником человеку с инвалидностью? Во-первых, нужна смелость И Ангелина Карабанова из Кировска решилась не сразу В один момент я поняла, что нужно двигаться дальше То есть хватит сидеть дома И вот мне в очередной раз предложили быть ремесленником Я, конечно же, с удовольствием согласилась В Кировском центре социального обслуживания населения Мы рассматриваем изделия Ангелины Хендмейт очаровательный И не архаичный, а современный Вязаные пледы, сумки, корзины Приятные аксессуары Вязаные шопперы, модный писк Ангелина – инвалид второй группы по зрению Но девушке как-то удалось превратить ухудшение зрения В стимул двигаться дальше На ее стороне исключительная сила воли И неиссякаемый оптимизм Я бы сказала так, что когда закрываются одни двери в жизни Обязательно откроются другие И очень часто люди, когда они условно здоровы Они многого не понимают даже в себе Я на себя смотрю А когда становятся, скажем так, ограниченными Очень много переосмысливаешь в этой жизни И открываешь в себе то, что условно здоровым Ты не знал, не ведал в себе и так далее Ангелина по образованию учительница начальных классов В колледже знакомилась со многими техниками Соломкой, бисероплетением и другими Навыки были, а идею стать ремесленницей Подсказали в отделении социальной реабилитации И дневного пребывания для людей с инвалидностью Она весь этот этап, можно сказать, с минимальной помощью прошла Она бизнес-план защитила Закупки все сделала Отчет написала Немножко вот где-то вот Ну, надо было помочь Мы помогали А вот решимость Ангелина черпала вокруг У людей, которые ее поддерживают Однажды, знаете, у нас проходило мероприятие Я еще волонтер Красного Креста У нас проходило мероприятие И один человек сказал, что нам, вот, лицам с инвалидностью Можно позавидовать нашему именно стремлению жить Потому что, когда вот у нас закрылись одни двери Мы стараемся, карабкаемся И как-то, ну, ищем новые пути для того, чтобы себя реализовать И не погрязнуть в болезни Вот Путь к ремесленничеству преодолевали маленькими шажками Мрэг, официальный статус безработной Получение субсидий И, наконец, обустройство мастерской Прошло меньше года и успехи есть У Ангелины аккаунт популярной социальной сети Очумелый хендмейд Через который она получает заказы Как же она работает с таким зрением? С помощью новообретенных способностей Начало обостряться вот это вот тактильное чувство Больше все щупаешь То есть, например, наливаешь воду горячую Я приспособилась на стакан класть руку Если горячо очень, значит, ты уже долил до нужной кондиции И, ну, все остальное То есть, больше щупать, больше слушать где-то, да, вот звуки такие И материалы, соответственно, я выбираю, вот щупаешь ручкой Там нащупала петель, эту петельку, да, раз, иголочку вставила В отделении Ангелина-любимица лучик света Так говорят про нее, активная, хорошо танцует и поет Принимает участие в фестивалях, заряжая всех вокруг своим желанием жить Нужно браться за все, что ты можешь попробовать На своем личном примере могу сказать У меня инвалидность третья группа На сегодняшний день я являюсь ремесленником Я являюсь рабочим человеком, да, который ходит на работу Который общается с разными людьми И с людьми с инвалидностью И, ну, с обычными, и с пожилыми Поэтому все, что дает нам жизнь, нужно брать, пробовать и идти вперед Приятно, что пример кировской ремесленницы Ангелины Карабановой не единичный С 2015 года Центры социального обслуживания населения Могилевской области Оказали помощь 45 молодым людям на их пути к ремесленничеству В прошлом году ремесленниками стали 9 человек с инвалидностью Что ж, ручная работа во всем мире в моде А когда есть интерес к особенному ремесленнику И его продукции, значит, есть и доход Но Ангелине всего 26, и у нее есть свои мечты В пару к своему ремесленничеству она хотела бы еще устроиться и на постоянную работу И деньги не помешают, и будет интересно Инвалидность, она может быть только на бумаге, да И то, что я тоже полноценна, и я тоже достойна, как и все Вставать по утрам, ходить на работу и зарабатывать деньги Вот так В чем состоит счастье человека? Конечно, в мире вокруг и в здоровье своем и близких А дальше все зависит от нас самих, считает Ангелина Карабанова Счастье, оно в мелочах В том, что ты сегодня проснулся, ты сегодня улыбаешься У тебя хорошее настроение, все кругом живы и здоровы Ты имеешь возможность идти куда-то, что-то делать Наверное, в этом и есть счастье Добро пожаловать в этномайстерню Продак Это несколько мастерских, главная идея которых Сохранение историко-культурного наследия белорусов Традиция производства национальных изделий Изделий предков и работ в диком стиле В мастерской майстер на заказ Особенные люди занимаются лозоплетением В их руках непослушные прутья превращаются в совершенные По форме и красоте плетеные корзины А текучие семена сорга становятся не только нужными предметами быта Но и оригинальными художественными работами В мастерской «Кропотливый Можай» работают народные умельцы Одно из направлений их творчества – интерьерная живопись Просто природа, снег, деревья, дома Вот Вам нравятся пейзажи? Да, мне нравятся пейзажи Я люблю рисовать Мы как учителя, да, объясняем им И рассказываем, что такое живопись, краски, какие они бывают Что такое композиция И им интересно, я вижу, что это очень положительно влияет на их состояние На их настроение Ну, и им нравится заниматься рисованием, вообще живописью И все картины, которые вы видите, находятся в этой мастерской Созданы руками наших проживающих Каждому подопечному занятость подбирают по его трудовому потенциалу В мастерской волняное ромяство, овечью шерсть Обрабатывают в несколько этапов Одни чистят, другие промывают и сушат, третьи вычесывают, прядут и валяют В итоге сделанные с заботой натуральные изделия несут тепло и уют своим обладателям В столярной мастерской «Трухлявый пианек» особенные люди под четким руководством возрождают традиции деревообработки Здесь изготавливают самые разнообразные предметы, а в более сложных работах Вырезают целые сюжеты на тему сказок и народных сказаний Каждое изделие в этой мастерской уникально по своей природе Настоящее рукотворное искусство Развивать мастерство сыроварения взялись в мастерской «Смокота» В рамках сотрудничества с посольством ФРГ и при их участии В 2022 году на базе дома-интерната реализован гуманитарный проект На средства которого приобретена мини-сыроварня, укомплектованная всем необходимым Мы здесь делаем вкусный натуральный сыр из нашего натурального молока В проекте мини-сыроварни задействованы высокие технологии и непростое оборудование Но это тоже трудовая реабилитация проживающих Здесь начинающие сыроделы приобретают навыки изготовления вкусных и полезных сыров Для них это как такая большая игра Они играют в предприятия, они все у нас работники нашей мини-сыроварни Сейчас мы освоили производство мягких сыров Это самый простой вид сыров, который дома сможет сделать любая хозяйка Но для наших проживающих это все очень сложно Потому что основ знаний химии, скажем так, биологии у них в основном нет Поэтому мы успели им дать эти знания, успели попробовать производить И у нас уже получается, мы можем похвастаться своими сырами Проект «Этномастерские продак» реализуется за счет внебюджетных средств и средств спонсоров И позволяет расширить формы социально-трудовой реабилитации и абилитации проживающих И что важно, здесь начинающие мастера могут ощутить связь с истоками А изделия «Хэндмейд» получают оценку качества не только среди местного населения Благодаря реализации продукции мастерских только за 2022 год Учреждению социального обслуживания удалось заработать более 21 тысячи рублей Полученные доходы направлены на пополнение материально-технической базы дома-интерната В том числе на дальнейшее развитие мастерских КОНЕЦ